В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. 15 миллионов леев, предназначенных для дополнительных ежемесячных выплат пенсионерам Гагаузии, заблокированы центральными властями. Что говорят люди о лишении их этой помощи, узнаете из нашего выпуска. 16. Скандал вокруг обещанного Башканом Гагаузии дешевого газа. Министр энергетики утверждает, что этот контракт фальшивка. Те, кто подписал документ, опровергают эти заявления. 16. Бывший генеральный прокурор оспорил в судебной инстанции, подписанный президентом Майи Санду, указ о его отстранении от должности. 33-летний молдаванин, пропавший в Израиле через два дня после начала войны, был найден. 15 миллионов леев, предназначенных для дополнительных ежемесячных выплат пенсионерам Гагаузии, заблокированы центральной властью. Правящая партия действий «Солидарность» и Майя Санду лишили тысячу семей автономии надежды на то, что зимой они не останутся один на один со счетами за газ, с высокими ценами на продукты питания и лекарства. Об этом заявила на брифинге глава автономии Евгения Гуцул. По ее словам, средства на предоставление надбавок более чем 18 тысячам пенсионеров передал спонсор. По словам Башкана Гагаузии, с 3 ноября в автономии должны были осуществляться первые выплаты надбавок для пенсионеров. Сегодня, к моему глубокому сожалению, я вынуждена сообщить вам плохие новости для всех пенсионеров, их детей и внуков. Вчера, за несколько минут до завершения рабочего дня, к нам пришло уведомление о том, что центральные власти заблокировали 15 миллионов лев, поступившие на специальный счет Главного управления здравоохранения и социальной защиты. Эти средства были перечислены на специальный счет спонсорам для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, у которых размеров пенсии не превышает 3000 лев. Гуцул отметила, что данная инициатива – часть большой социальной программы, которая реализуется во всей Гагаузской автономии, а также в Аргеевском районе и Тараклии. Своими действиями центральные власти не просто заблокировали выплату надбавок, а правящая партия ПАС и Майя Санду лишили тысячи семей в автономии надежды на то, что зимой они останутся один на один с фактурами за природный газ, высокими ценами на продукты питания и лекарства. В этой связи Евгения Гуцул выступила с призывом к центральной власти. Мы не просим вас о помощи. У нас только одна просьба. Не мешайте нам работать. Разблокируйте специальный счет Главного управления здравоохранением и социальной защиты. Мы располагаем всеми документами, которые подтверждают законное происхождение средств и личность благотворителя. Просто не мешайте нам работать. Это лучшее, что вы сегодня можете сделать для жителей Гагаузии. Блокировка денег, предназначенных пенсионерам, произведена после недавнего решения центральной власти о сокращении бюджета автономии более чем на 100 миллионов леев. Точнее, власти не разрешают финансирование социальных проектов за счет бюджета и запрещают привлекать спонсорские средства для прямой помощи жителям автономии, отметила Гуцул. Она сообщила, что надбавки в размере 1000 леев должны были получить более 18 тысяч пенсионеров в Гагаузии. Мы попытались взять комментарии по этому поводу в правящей партии. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас написала нам стандартное сообщение следующего содержания, цитируем, «Это незаконные деньги, поступающие от организованной преступной группы». На дополнительные вопросы к Влас, на чем основано ее утверждение, мы пока не получили ответа. Мы также обратились за комментарием в администрацию президента, однако ответа также не получили. Министерство финансов тоже не ответило на наш запрос. Ранее говоря о выделении денег фермерам, представитель учреждения Кристина Николау сообщила нам, что Министерство финансов находится в процессе изучения вопросов, и в этом участвуют несколько национальных органов. Илон Шор объявил в октябре, что все пенсионеры из Аргеева и Аргеевского района, а также города Тараклея и Гагаузии, где местные администрации возглавляют представители его команды, получат надбавку к пенсии в размере тысячи леев. Как подчеркнул политик, он понимает, что сумма скромная, но добавил, что это лишь первый шаг к обеспечению достойной жизни. Отреагировал Илон Шор и на заявление Гуцул о блокировке денег пенсионерам. По его словам, все средства, выделенные на финансирование заявленных им проектов, абсолютно законны. Все знают прекрасно, что сегодня есть проблема с финансированием абсолютно всего. Ко мне обратились сельхозники, пенсионеры и многие представители населенных пунктов. Для помощи этим категориям я создал специальные программы. Я нашел спонсоров, которые перечислили средства. Белые, законные, чистые средства. Граждане Республики Молдова, то, что происходит сегодня, это атака. Атака власти на вас. Напомним, ранее без каких-либо аргументов власти заблокировали уже перечисленные спонсорами средства, предназначенные для проекта «Молдавское село» и для поддержки фермеров в рамках проектов, инициированных Илоном Шором. Сами получают зарплату по 50 тысяч леев, а о нас не думают. Я ем овсянку, экономлю, плачу по счетам, и мне ни на что не хватает. Это несправедливо. Такие мнения высказали жители Гагаузии журналистам нашего телеканала, узнав, что центральная власть заблокировала деньги на выплату надбавок в тысячу леев для пенсионеров. Что еще говорят люди на эту тему, смотрите в следующем сюжете. Я так и поняла, вчера получила пенсию, когда подошла, посмотрела, 2620. Говорю, все, больше не ждите, и не будет этой надбавки. Зачем тогда тревожили людей, стояли в очереди, добивались, и толку никакого нет. Вот я на лекарства полторы тысячи, на уколы, на лекарства. А что мне остается жить, услуги платить и питаться? Чем это? 43 года проработала. Бросала детей на произвол судьбы. И значит не будет, да? Или как? Не поняла я. Это несправедливо, одним словом. А вот из вашей пенсии, что вам хватает? На чего? Я в квартире, газ, вода, все. Почти не остается. Кушаем уже подешевле что-то. Больше картошки. Это нехорошо, конечно. Мы так надеялись. И сейчас первого числа вообще не будут деньги. Ну не знаю, это плохо. Вот у вас какая пенсия? На что хватает? Хватает. Вот иду в больницу, сейчас надо полторы тысячи. Услуги ничего не остается. У вас какая пенсия? Что вам хватает? 2 600 у меня. Что вам хватает за вашу пенсию? Что услуги? Услуги только плачу и экономлю. Одну овсянку варю по три дня, кушаю утро. Потом один суп тоже по два дня, три. Мы так надеялись и оформили документы, ждали эту помощь в тысячу лей. Потому что, допустим, я проработала 25 лет в школе, заместителем директора школы, заместителем директора колледжа. Вышла на пенсию, у меня было всего 1400 лей. А сейчас, ну, немножко она подросла, до двух тысяч. А когда нам обещали тысячу, мы очень обрадовались. Но у нас уже какие были президенты, какие. Но мы так за нее голосовали. Думали, все-таки она женщина. А женщины свойственны. Забота о детях, забота о стариках. Я думала, она подумает о нас все. И как-то были надежды какие-то на самое лучшее. А получилось еще хуже, чем было. Это несправедливо, но это следовало и ожидать от нашего правительства с Кишнева. Они ничего не делают для пенсионеров. Абсолютно. Даже те, которые хотят помочь, они это не разрешают делать. И почему не та женщина, и я все стоим протянутой рукой, чтобы какую-то копейку сделать и хоть на еду. Если была бы хорошая пенсия, я бы стояла здесь. Нет, никогда. Никогда. А вот видите, когда человек хочет что-то делать хорошего, те правительства, которые получают по 5-50 тысяч или больше, конечно, им выгодно там. А про нас они не думают. Власти собираются отобрать и газ, о поставках которого по льготной цене для гагаузской автономии договорилась башкан Гагаузии Евгений Гуцул и распределить его по всей стране. Об этом заявила президент Майосанду в эфире телеканала Журнал ТВ. Глава государства утверждает, что, цитата, «так будет правильно». При этом данное заявление президента противоречит как действующему законодательству, так и энергетическим директивам Европейского Союза, которые предусматривают либерализацию энергетического рынка, ограничение монополия, а также свободный выбор потребителями поставщиков. Однако сегодня на пресс-конференции министр энергетики Виктор Парликов дал понять, что либерализация энергорынка – это не для всех. Новость о том, что с 1 декабря Гагаузия будет получать газ в два раза дешевле, чем остальная Молдова, а потребители региона будут платить всего 10 леев за кубометр, в то время как тариф на газ по стране составляет 18 леев, похоже, застал руководство страны врасплох. Министр энергетики Виктор Парликов сначала заявил, что это всего лишь обещания и политические заявления перед выборами. «Пока мы видим только поставку новостей. Это называется новостями на будущее, у которых нет окончания. В принципе, за поставку газа отвечают компании, которые поставляют газ. Должны быть подписаны контракты, есть определенная процедура. Госпожа Гуцул делает политические заявления накануне выборов. После того, как Евгений Гуцул опубликовал в соцсетях документ, согласно которому газ в Гагаузию по более низкой цене через бельскую компанию Nordgas в Урнезаре будет поставлять одна из турецких компаний, глава Минэнергетики поспешил заявить, что ШОР только обещает, а мы делаем через законного поставщика. Те, кто реально занимаются заботой о гражданах, и те, кто реально ищет дешевый газ и поставляет газ, а не обещания, это правительство Республики Молдова через компанию «Энергоком». В качестве доказательства заботы о гражданах министр энергетики привел пример со снижением в июне газового тарифа до 16 лев 73 банов. До февраля «Энергоком» закупил достаточный объем газа по ценам более низким, чем предлагает «Газпром». Это позволило снизить тариф на газ для бытовых потребителей до 16 лев 73 банов, написал он в соцсетях. Правда, при этом забыл уточнить, что 16 лев 73 бана за кубометр – это цена без учета НДС, а вместе с налогом на добавленную стоимость тариф на газ для бытовых потребителей составляет 18 лев 7 банов. Однако даже бывший советник Майя Сандо, а сейчас член наблюдательного совета «Молдова-газ» Сергей Тафилат, в сентябре признавал, что есть возможности для снижения газового тарифа до 13 лев за кубометр. Об этом же говорил член Совета правления компании «Энергоком» Александр Слуцарь. Бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике Октавиан Калмык в эфире программы «Пульс» на нашем телеканале сказал, что у властей была реальная возможность значительно снизить тариф на природный газ нынешним летом. Но они ее упустили. Мы упустили эту возможность в июне. Цены на газ на международных биржах составляли около 250-300 долларов за тысячу кубометров. Если бы тогда были произведены закупки природного газа, у нас, конечно же, были все предпосылки для снижения тарифа. И официальные лица тогда действительно создали определенные ожидания. Все думали, что снижение тарифа на природный газ произойдет накануне выборов, потому что перед выборами у нас традиционно делаются определенные подарки. Так происходило и раньше. И все думали, что так будет сделано и в этом году. Намерение Гагаузии закупить для себя газ за рубежом по льготной цене очень не понравилось и президенту Маисанду. Судя по ее заявлению на канале Журнал ТВ, власти намерены не допустить поставки дешевого природного газа в автономию и снижение газового тарифа до 10 леев за кубометр для населения Гагаузии, а также ряда районов республики. Санду заявила, что Кишинев отберет дешевый газ, о котором говорила Евгения Гуцул и передаст его госпредприятию «Энергоком». Так будет правильно, сказала она. Если 10 миллионов кубометров поступят бесплатно, мы отправим их в «Энергоком» и перераспределим их по всей стране. Так будет правильно. Если эти объемы природного газа будут поступать бесплатно, так и произойдет. Никто не собирается отправлять его обратно. Мы собираемся взять его и раздать всем гражданам республики Молдова, чтобы всем было предельно ясно. Данное заявление президента противоречит как действующему законодательству, так и энергетическим директивам Европейского Союза, которые предусматривают либерализацию энергетического рынка, ограничение монополий, а также то, что потребители имеют право заключать договоры на поставку природного газа с любым поставщиком по своему выбору. Об этом, в частности, говорится в положении о поставке природного газа, утвержденном на Рэй еще в 2019 году. На это, комментируя заявление, Майя Санду обратил внимание советник Башкана Гагаузи Юрий Кузнецов. Интересно наблюдать за тем, что, когда кто-то делает, те, кто обещал, наконец-то вспоминают, что тоже нужно чем-то заняться. Сегодня Евгения Александровна Гуцул, как и обещала в своей предвыборной кампании, была участником подписания сделки, результат которой будет дешевый газ для жителей Гагаузии. Сегодня, в актуальное время, у нас либерализован рынок. Сегодня есть частные компании, которые обладают лицензией на поставку природного газа Республики Молдова. И, конечно, есть определенные стратегии и планы, как это все будет распространяться среди местных жителей. Никто сегодня не может запретить простому обывателю, человеку, который дома пользуется газом, греется газом, пенсионеру, где и у кого покупать газ. Поэтому сегодня есть замечательная альтернатива у жителей Гагаузии пользоваться газом по более дешевой цене. На созванной сегодня пресс-конференции министр энергетики Виктор Парликов дал понять, что свободный рынок газа – это не для всех. И уж точно не для Гагаузии. Как правило, на свободный рынок в первую очередь выходят крупные игроки, в том числе, потому что никто из поставщиков не заинтересован работать с потребителями, которые потребляют несколько тысяч кубометров в год. На рынке газа не существует таких потребителей, как какой-то регион, как Гагаузьери или Тараклийский район или Аргеевский район. Таких потребителей не существует. В ходе пресс-конференции министр энергетики постоянно подчеркивал, что заявленная Башканом цена не может быть реальной, что он не уверен, что заключенный контракт действителен, что это предвыборное обещание и фейк, что потребители должны хорошо подумать, у кого получать газ, и что только компания «Энергоком» пытается найти на рынке дешевый газ для всех граждан, а не только для отдельных регионов страны. Как власти искали весь этот год более дешевый газ, все мы хорошо помним и до сих пор ждем, когда нам раскроют все еще засекреченную информацию о том, по какой цене покупался газ в резерв прошлой зимой, и на каких условиях он хранится в Румынии и Украине. Напомним, несколько дней назад Башкан Евгений Гуцул объявил о том, что Гагаузия заключила договор с турецкой компанией и будет получать природный газ по более низкой цене, чем остальная Молдова, а население автономии будет платить за него по 10 лев за кубометр вместо 18. Гуцул также пообещал помощь с поставками газа по специальным ценам соседнему Тараклийскому, а также Аргеевскому районам. Экс-вице-премьер и бывший глава НОРЭ, Октавиан Калмык, подтвердил в интервью для нашего телеканала, что реализовать объявленное Гуцул снижение тарифа и поставить газ потребителям – вполне реализуемая задача. Директор компании «Нордгазфурнизари» Александр Гроссу ответил на заявление министра энергетики Виктора Парликова, который назвал фейком, обнародованный Башканом Гагаузии Евгению Гуцул, контракт на закупку природного газа для Гагаузии, в результате которого жители автономии будут платить за газ по 10 леев за кубометр. По его словам, контракт самый, что ни на есть настоящий, а газ хранится в Украине. Наши журналисты также связались с представителями турецкой компании-поставщика, которые подтвердили, что контракт на поставку природного газа в Гагаузию был подписан. Прокомментировала данные слова Виктора Парликова и Башкан Евгению Гуцул. Она сказала, что заявления министра являются ложью. Представитель турецкой компании, с которой был заключен контракт на поставку газа в Гагаузию, категорически отверг заявление министра энергетики Виктора Парликова, что сообщение о подписанном документе является фейком. Все верно, все верно. У меня есть компания, и эта компания заключила договор. Вы подписали контракт? Да, так и есть. Мы подписали контракт. Когда это произошло? Два дня назад. Министр энергетики Молдовы сказал, что он получил электронное письмо от вашей компании о том, что контракт не подписан. Как бы вы прокомментировали это заявление? Ничего подобного. Я подписал контракт. У моей компании есть партнеры в Германии. Мы закупим у них природный газ для Гагаузии. А такого электронного письма не существует. Мы достигли соглашения. Представитель молдавской компании Нордгаз Фурнизари, которая доставит газ, закупленный турецкими партнерами, также прокомментировал заявление главы Минэнерго. Они не говорят, что эта компания из Турции имеет лицензию в области энергетики, в области газификации, в области добычи. Они этого не говорят. Эта турецкая компания работает с европейскими компаниями, с которыми они подписали контракт. Более того, европейские компании хранят газ в Украине. О транзите из Турции в Молдову за 100 долларов, как заявляют парликов, не может быть и речи. Из Украины в Молдову это будет стоить 5 долларов, а не 100. Я понимаю, что он все отрицает, но это реально. Могу сказать одно. Если бы закупали газ в июне за 230 долларов, то конечная цена для потребителей, для жителей Молдовы составила бы 9-10 долларов. А если ты приобретаешь газ за 800 долларов, а в прошлом году покупал за 1300, то газ у тебя стоит 18-20 лев. Журналистам «Аризонт ТВ» удалось связаться и с представителем немецкой компании «Газ энд Электрисити Трейдинг», которая, по информации, представленной башканом Евгении Гуцул, будет поставлять природный газ в автономию через турецкую компанию. Сергей Шипко также отметил, что немецкая компания, которую он представляет, уже давно работает на рынке торговли электроэнергией и природным газом и имеет большой опыт работы в различных регионах Европы, но преимущественно в Восточной Европе. Он также сообщил, что в этом году компания занималась поставками газа, в том числе и в Молдову. Что касается появившейся в молдавской прессе информации о месте регистрации компании, то, по словам Сергея Шипко, это здание, в котором расположены различные офисы, а ресторан является одним из бизнесов владельца. Практически сразу после пресс-конференции Виктора Парликова, на которой он назвал подписанный контракт фейком, башкан Гагаузии написала в соцсетях следующее, цитируем, «Я возмущена бессовестным враньем министра энергетики Виктора Парликова. Его заявление, что контракт на поставку газа по сниженной цене не может быть выполнен, является попыткой замылить глаза нашим гражданам». Данный контракт был тщательно проработан командой профессионалов, а также был утвержден и подписан компаниями из Турции, Германии и Молдовы. Немецкая компания обязуется поставить газ на границе с Республикой Молдова в пунктах входа в национальную газовую систему. Более того, эта компания раньше поставляла газ в Республику Молдова, написала Евгения Гуцул. На этой неделе башкан Гагаузии сообщила, что жители автономии будут платить за газ по льготному тарифу в размере 10 лев за кубометр. По ее словам, турецкая компания подписала контракт с крупным европейским трейдером на закупку природного газа напрямую из европейской системы газоснабжения. В то же время данная турецкая компания заключила контракт с лицензированным оператором Республики Молдова на доставку газа в Гагаузию, заявила башкан. В настоящее время молдавские бытовые потребители оплачивают газ по тарифу 18 лев 7 банов за кубометр. Пять партий могут войти в состав будущего парламента в случае досрочных выборов. Две из них – это правящая партия Действия Солидарности и партия Социалистов. А третье – политформирование, которое уверенно пройдет законодательный орган – партия Шанс. Далее следует национальное альтернативное движение, а также партия развития и объединения Молдовы. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Айдата. Исследования также показывают, что наибольшим доверием среди избирателей пользуются Майя Санду и Илон Шор. За правящую партию Действия и Солидарность готовы проголосовать 35,6% опрошенных. За ПСРМ – 19,3%. На третьем месте – партия Шанс. У нее – 18,3%. Этот показатель практически соответствует популярности запрещенной партии Шор, как следует из предыдущих опросов общественного мнения. Далее следует национальное альтернативное движение, получившее 5,2% голосов, и партия развития и объединения Молдовы с результатом 5,1%. Согласно опросу, без учета голосов Приднестровского региона и диаспоры, у ПДС было бы 44 места в парламенте, у ПСРМ – 23, а у партии Шанс – 22 депутатских мандата. Национальное альтернативное движение и партия развития и объединения Молдовы получили бы по 6 мандатов. На вопрос, кому из политиков Республики Молдова вы доверяете больше всего, 22% опрошенных назвали Майю Санду, 10,6% – Илона Шора, а 9,4% отдали предпочтение бывшему президенту Игорю Дадону. Примар столицы Илон Чибан пользуется доверием 5,8% участников опроса. Рената Усатова поддерживают 3% респондентов. Данные опроса также указывают, что самым активным политиком последнего периода была президент Майя Санду. За ней следуют Илон Чибан, Илон Шор, Игорь Дадон, Рената Усатый и премьер-министр Дарин Ричан. Участникам исследования также был задан вопрос о политической принадлежности кандидата на пост примара, за которого они проголосовали бы. 19,9% заявили о поддержке ПДС. За представителя по СРМ проголосовали бы 13,2%. За примара от партии «Шанс» – 11,3%. Опрос проводился среди 1322 респондентов из 353 населенных пунктов. В общей выборке 601 респондент – жители муниципия Кишинев. Вопросы задавались по телефону, лично и через онлайн-анкету. Максимальная погрешность составляет плюс-минус 2,9% на национальном уровне и плюс-минус 4,2% в муниципии Кишинев. Опрос является репрезентативным для Республики Молдова, за исключением населения левого берега Днестра и граждан Республики Молдовы, проживающих за пределами страны. Проведение опроса одобрено Центральной избирательной комиссией. Сумма уплаченных процентов по внешним кредитам втрое возросла по сравнению с прошлым годом, а по внутренним – в два раза. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр Ион Кику. Там же он разместил диаграмму в подтверждении своих слов. На миллиарды леи, выплаченные банком за обслуживание кредитов, обратил внимание другой экс-глава Кабмина Влад Филат. Кроме того, он перевел некоторые данные, касающиеся экономического и социального положения страны. Представители власти пока не прокомментировали заявления политиков. Бывший премьер-министр Ион Кику утверждает, что опубликованная им диаграмма демонстрирует, сколько денег выплачено из бюджета страны в виде процентов и комиссионных сборов по государственному долгу. Чтобы понять масштабы разрухи, до которой мы дошли, сравните суммы, выплаченные по процентам на кредиты в период с января по сентябрь 2023 года с суммами за прошлогодний аналогичный период. Сумма выплат по внешним кредитам в три раза больше, по внутренним – в два раза больше, чем в прошлом году. По сравнению с суммой, выплаченной в этих же целях в 2021 году в размере 267 миллионов леев, в нынешнем году выплаченная сумма по процентам на внешние кредиты выше в четыре раза, написал Кику. В свою очередь, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу отметил в публикации в соцсети, что сумма долга Молдовы перед международными организациями превышает 3 миллиарда 252 миллиона долларов. Таким образом, заявил политик, из-за действий Майи Санду и правящей партии, каждый гражданин страны должен по 23 600 леев. Это почти годовой бюджет страны, рассчитанный исходя из реального дохода. То есть, чтобы выплатить долг, мы должны работать год, не тратя ни одного лея на самих себя. Этот долг вырос на 10,7% только за первые шесть месяцев этого года. Речь идет о долге перед МВФ, перед Международной ассоциацией развития, перед ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, перед Европейской комиссией и Банком развития Совета Европы. Это означает, что каждый житель Республики Молдова, от тех, кто только что родился, до тех, кто достиг преклонных лет, должен 23 600 леев иностранцам. «Плюс к этому проценты по кредитам, размер которых нам неизвестен, потому что мы, как правило, не знаем, под какие проценты берутся кредиты. А платежи ложатся на нас, на простых людей, выплачиваются за счет наших налогов. И это будет продолжаться длительное время. Выплачивать их будут наши дети и внуки», — добавил Лунгу. О деньгах, потраченных на обслуживание кредитов, взятых в банках во время правления ПДС, говорил и другой бывший премьер-министр Влад Филат. Он также привел некоторые цифры, отражающие состояние национальной экономики. «Мы завершаем год с дефицитом бюджета не менее 12 миллиардов леев. Завершаем год со снижением ВВП, а не с его ростом. Мы завершаем год с публичным долгом более 100 миллиардов леев. Мы за 8 месяцев этого года, страна, граждане, выплатили за обслуживание кредитов, полученных правительством у банков, 3,5 миллиарда леев. А инвестиции составили лишь 800 миллионов леев. За период правления ПДС такие хорошие времена наступили, что из страны сбежали более 100 тысяч в Молдава». Филат также сообщил, что в 2022 году в Молдове был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 175 лет. В этой же связи премьер-министр Дарин Ричан заявил недавно, что в прошлом году экономика Молдовы сократилась на 6,5%, а в нынешнем, к настоящему времени, еще на 2,2%. «Наша страна еще сталкивается с высокой инфляцией в 10%, а наши надежды на улучшения в налоговой сфере не материализовались. Это привело к дефициту финансирования до 100 миллионов евро в этом году и к предполагаемому дефициту в размере 400 миллионов евро в 2024 году», – заявил премьер-министр, который объяснил это кризисом беженцев, вызванным войной в Украине. «Напомним, после корректировки госбюджета для реализации мер, предусмотренных пакетом поддержка для Молдовы, которые включают повышение заработной платы, единовременные выплаты и финансирование некоторых приоритетных проектов, доходы и расходы государственного бюджета на тихующий год сократились почти на 500 миллионов леев и составляют 65 миллиардов 700 миллионов леев и 84 миллиарда 100 миллионов леев соответственно. Дефицит бюджета не изменился и составляет более 18 миллиардов леев или 5,9% от валового внутреннего продукта». Жители села Хосношений Марь-Дрокивского района жалуются, что действующий примар от партии социалистов Татьяна Волога не справляется с выполнением своих обещаний, которые она дала 4 года назад перед предыдущими местными выборами. Сельчане, с которыми мы побеседовали, недовольны состоянием дорог, а также ждут от властей решения вопроса с канализацией. Однако, по словам примара Татьяны Волога, на решение данных проблем не хватает средств. Жители Хосношений Марь, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что большинство улиц села грунтовые, либо покрыты гравием. При этом они отмечают, что заасфальтировать дороги им обещали давно, но асфальт есть только на центральной улице. «Сами видите, нужно сделать дорогу. Давно она такая. Ну, вон там сделали, а здесь нужно отремонтировать. Даже не вспомню, сколько лет не делали здесь дороги. И асфальт вот там есть, и одна дорога, улица асфальтирована. И вот это. И все. А остальные? Остальные белый вариант. На том берегу, вот, фелизы, это самое, тоже это село. Там вообще тоже, только белый вариант. Если поменяется примар какой-то, боли, здесь надо мужика, чтобы поставила все хозяина, хозяина, потому что уже видно, чтобы до чего довели село. До нищеты и до вообще беспредел. Между тем, местный примар Татьяна Балога утверждает, что работы по ремонту дорог выполнены настолько, насколько хватило денег, выделенных в рамках проекта Друмурьбуня и из дорожного фонда. За несколько лет мы отремонтировали дороги в белом варианте. Не асфальтируем. У нас есть только несколько дорог заасфальтированных. Последние два года мы делали в белом варианте из денег дорожного фонда. Нам давали до 200 тысяч, до 300 тысяч получаем, в зависимости от населения. Все деньги поступают из дорожного фонда. Последние годы мы ремонтировали дороги по проекту Друмурьбунь, когда нам выделили 1 миллион леев. В последнее время получили несколько сотен тысяч леев на белый вариант. По словам сельчан, канализации тоже нет, хотя она также была обещана. Водопровод сделан наполовину и приносит, как говорят люди, только проблемы. Обещали, но не сделали. Почему? Ну я не знаю, был проект на 7 миллионов, так говорили. Вода и канализация, проводили только воду. Конечно нужно, но как без канализации? Если вода есть, там и ванна, и это самое, вода должна куда-то стоить. Проблемы очень сильно большие, потому что водопроводы, они провели, проводили они воду, но дороги попортили нам полностью. Если будете ходить по селу, будете видеть, что так канавы по самой шее, что если ребенок туда упадет, так может убиться и вообще оттуда не выйти. Канализации нету, мусор не вывозится, это вот эта самая болезнь, что мусор не вывозят вообще никакой. И нет канализации, что некуда, каждый свое, и вот проблема даже вывозить. В ответ на это примар заверила, что проблема с канализацией известна, но денег на ее решение в бюджете села сейчас нет. Проект по установке водопровода проводится в рамках программы «Европейское село» и, по словам Татьяны Балога, он рассчитан на 700 домохозяйств, из которых подключены только 230. В этом году проводили трассу для воды. Естественно, пока делали водопровод, понятно, повредили дороги. Нам надо будет завершить работы по водопроводу и потом возьмемся за канализацию. Пока о канализации нет речи, потому что только на водопровод нужно больше 7 миллионов леев. Но сделать ее мы сможем только после водопровода. И на это потребуется больше 10 миллионов. Мы рассчитываем на европейские деньги, либо на деньги с проектов, потому что в бюджете примарии нет денег даже на зарплату для работников. Примар также пояснила, что только на разработку технической документации по проекту канализации требуется более 200 тысяч леев. Согласно официальным данным, в селях осношений Мария проживают 1884 человека. Кандидат в примары Кишинева, преподаватель румынского языка Кристина Вулпе представила свою книгу, посвященную детям. По словам автора, вдохновили ее на эту работу собственные дети, а истории, рассказанные в книге, абсолютно правдивы. Вулпе считает, что ее книга должна быть в библиотеке каждого ребенка, поскольку она является руководством для малышей, помогая им ответить на вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут. На презентации книги присутствовали самые близкие автору люди. Среди гостей были и главные герои произведения – дети Кристины Вулпе. По ее словам, именно их переживания побудили ее написать книгу. Меня вдохновили мои дети. Прежде всего, мой старший сын Себастьян, который с детства был очень любознательным. У него было много идей, много вопросов. Он переживал период прорезывания зубов, спрашивал, почему так, почему эдак. Зволнованные герои книги рассказали, что в том числе благодаря их участию произведение получилось интересным и заслуживает внимания всех детей. Моя мама писала книгу на своем ноутбуке. Я подсказывал ей какие-то идеи, а она накладывала некоторые мои идеи на то, что она писала, и уже их расставляла и приводила в порядок. Я думаю, что это очень хорошая книга, которую стоит прочитать, потому что она как-то определяет детское воображение, и ее очень интересно читать. На мероприятии присутствовала и тетя автора, тоже педагог, по словам которой, она будет рекомендовать книгу своим ученикам. Есть что читать. Даже своим ученикам, второклассникам, можно предложить вот эту книжку. То, что я сделаю сразу после каникул. В завершении мероприятия автор прочитала отрывок из своего литературного произведения, а затем подписала две книги, которые вручила своим детям. Ты, мамико, ты создавал такую книжку для ваших детей? Ты интересовала меня. Ты же учишься на меня? Конечно, книжки – это твои факты. Кристина Волпи является кандидатом на пост генерального примара Кишинева от партии «Шанс». В избирательном бюллетене она будет указана под номером 20. Она подчеркивает, что у нее профессиональная команда из людей, добившихся конкретных результатов в модернизации инфраструктуры Аргеева, Тараклея и других населенных пунктов страны в рамках проектов, инициированных Илоном Шором. Команда бизнесмена Илона Шора приступила к реализации нового крупного проекта под названием «Тотальная модернизация дорог». Первым населенным пунктом, получившим помощь в рамках этого проекта, стало село Булаешь Таргеевского района, где в течение трех недель было заасфальтировано 90% всего дорожного полотна. Местные жители говорят, что ждали этого проекта десятилетиями, и теперь новые дороги откроют новые перспективы для развития села. В общей сложности заасфальтировано 5,5 километров дорог. Примар села Булаешты Мария Матуш отметила, что все село давно мечтало приступить к ремонту дорог, но возможности раньше этого не позволяли. И вот, благодаря участию команды Илона Шора, эта мечта наконец воплотилась в жизнь, причем в очень короткие сроки. Сейчас, благодаря программе, которую объявил Илон Миронович Шор и команда председателя, вместе с председателем района, с районными консильерами, строительство и благоустройство районных сельских дорог, для того, чтобы наши жители жили комфортно. По словам жителей села, они очень благодарны команде бизнесмена Илона Шора за возможность комфортно и, главное, безопасно передвигаться по асфальтированным дорогам. Уважаемые односельчане, сегодня у нас замечательный день. Сегодня мы спокойно можем ходить дорогами, которые построили для нас эти замечательные люди. Спасибо Илону Мироновичу. Мы рады, что наши дети уже будут помнить, что у нас в селе Булаешты есть замечательные дороги. Бригадир строительной бригады Вячеслав Семенюк рассказал, что команда, работавшая над восстановлением этого крупного объекта, приложила все усилия, чтобы дороги прослужили долгие годы. Хочу сказать, что здесь прекрасные люди с большой душой приняли нас отлично, что с нашей стороны мы все сделали и исполнили. Конечно, очень сжатые сроки были, но тем не менее мы это сделали. Это трассы более 5,5 километров. На мероприятии также присутствовал председатель Аргеевского районного совета Дину Цуркану, который отметил, что работы были завершены в рекордно короткие сроки, а в ближайшее время будет открыта дорога, ведущая к районному центру. Я очень счастлив, что наконец-то после очень долгих лет, ну и совещаний осуществили этот большой, очень большой проект. Вот сегодня уже мы даем в эксплуатацию кусок дороги по внутри села, и через пару дней мы сдадим полностью в асфальте в эксплуатацию дорога, которая будет связывать село Булаешт и Мерзешт с Аргеевым. Я очень счастлив еще раз, что мы это все успели сделать вовремя и качественно. Политик Илон Шор пообещал всем гражданам страны, что подобные проекты будут реализованы во всех населенных пунктах, где кандидаты от партии «Шанс» победят на местных выборах 5 ноября. Я довольно рад, что именно ваше село стало первым, где мы реализовали операцию «Молдавские дороги». Поэтому я принял решение и создал программу «Операция «Молдавские дороги», где мы заходим, как зашли в ваше село, и буквально за несколько недель реконструировали большинство дорог в селе. Так будет в каждом селе, где победят кандидаты, которых я поддерживаю. Кандидаты от партии «Шанс». Напомним, ранее в село Балаешты были привлечены инвестиции для модернизации уличного освещения протяженностью 18 километров. Было установлено 585 современных уличных осветительных приборов, отремонтирован детский сад и построены две остановки общественного транспорта. Также была оборудована детская игровая площадка и проведен ряд технических работ в учреждениях повышенного социального значения. И по всей Гагаузии продолжают реализовываться масштабные инфраструктурные проекты. Так, благодаря усилиям местных органов власти при поддержке команды «Башкана» в селе Русское Киселе построена и издана в эксплуатацию за асфальтированная дорога. Прежде разбитое дорожное покрытие на улице Победы было одной из самых серьезных проблем населенного пункта. Сельчане с трудом передвигались по нему и зимой, и летом. Работы были начаты 11 сентября и завершились в рекордные сроки. По словам местных жителей, эта улица – основная дорожная артерия села, потому ее ремонт значительно облегчит им жизнь. Еще в одном гагаузском селе, Русское Киселе Камрадского района, завершен масштабный инфраструктурный проект, самый ожидаемый в этом населенном пункте. Благодаря усилиям команды «Башкана» Гагаузии Евгению Гуцулы при поддержке команды Илона Шора в кратчайшие сроки, но при этом на уровне самых высоких стандартов, заасфальтирована улица Победы протяженностью 2 километра 600 метров и шириной 4 метра. Толщина асфальтового покрытия – 6 сантиметров. Сельчане рады, что теперь, как они говорят, калоши и резиновые сапоги понадобятся им разве что для работы в огороде. Ну как было? Наверное, как в всех селах развалины были. Потом все-таки постарались, сделали белое покрытие. И вот в этом году асфальт. Вы знаете, никому из жителей не верилось, что в таком маленьком селе будет асфальтированная дорога. Это дорога благополучия для детей, которые пойдут в школу, для стариков, потому что садик вверху, для детей в садик. Садик находится наверху. И эта дорога очень, конечно, кстати. И правильно правительство наше, Башкан, выбрало правильную, будем говорить, линию. Что сначала нужно построить дороги, чтобы люди могли передвигаться. А потом уже и другие будут объекты. Раньше дорога была очень плохая. А сейчас спасибо, благодарен очень, что сделал такую дорогу. И технику ломали, и все было плохо. А сейчас хорошо, спасибо большое. Мы очень довольны этой дорогой. Дорога раньше была не так, как сейчас. Как в село. Где ямочки, где это. Но сейчас отличная дорога. Очень хорошая, спасибо большое. Как в городе. У нас уже не село, а почти как город. Спасибо. На торжественном открытии первой в селе отремонтированной дороги присутствовал заместитель председателя исполкома Гагаузи Илья Узун. Он отметил, что благодаря усилиям команды Башкана село стремительно преображается в лучшую сторону. Нашему селу 132 года. Рождение нашего села 1891 год. Больше века. Мало это или много. В нашем селе было много хороших людей. Вы цвет нашего села. Поэтому вы долго ждали эту дорогу. Я выражаю огромную благодарность нашему Башкану Ильине Александровне. Еще нету 100 дней нашего Башкана. Но уже сделано более 16 сел. Вот такие проекты. Исполнительная власть региона выполняет все свои обещания. Шаг за шагом улучшая жизнь людей в населенных пунктах автономии. Отметил и советник Башкана Павел Вережану. По его словам, дорога на одной из главных улиц села, которая связывает детский сад, школы и социальные учреждения, до сих пор была непригодна для передвижения. Сейчас же жители смогут пользоваться за асфальтированной дорогой протяженностью более 2,5 километров. Сегодня очень приятные мероприятия проходят в вашем селе. Именно открытие первой дороги из запланированных. Мы ценим своих людей. Это дает нам возможности, силы двигаться к их процветанию нашей республики Молдова. А гагаузскую автономию, как и завещала Евгения Гуцул, Илон Шор, сделаем край мечты. Сделаем и вправду так, чтобы завидовали не только в Молдове, но и за пределами ее границ. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул отметила, что все реализованные проекты созданы для безопасной и счастливой жизни подрастающего поколения. Кульминацией праздничного вечера стало торжественное открытие новой дороги. Три, два, один! Еще раз поздравляем всех жителей села Русская Киселия. Буквально недавно, пару недель назад я проезжала по этой дороге, ее здесь практически не было. Сейчас, когда мы заехали на эту улицу, вот просто радуется душа. Действительно, это сделано нашей командой. Вам благодарны за то, что вы нас поддержали на выборах, доверились нам. И хочу сказать, что обязательно, что мы обещали и социальные, и экономические проекты, мы все реализуем совсем скоро. Социальный проект по помощи пенсионерам в размере тысячи лей. Евгения Гуцул также отметила, что все проекты по развитию инфраструктуры в населенных пунктах по всей Гагаузии реализуются ее командой из внебюджетных источников и при личной поддержке бизнесмена Илона Шора, поскольку их главная общая цель – сделать всю Молдову современной и удобной для жизни. Продолжаем выпуск. Бывший генеральный прокурор опротестовал в суде указ президента Майя Санду о его отставке. Заявление было зарегистрировано Кишиневским судом 30 октября, однако дата первого заседания еще не назначена. Ранее Европейский суд по правам человека осудил Республику Молдову по делу Александра Стояногла. Судьи ЕСПЧ постановили, что в отношении него было нарушено право на справедливое судебное разбирательство при принятии решения у его отставки. В своем комментарии постановление ЕСПЧ Министерство юстиции заявило, что недавно были внесены изменения в закон о прокуратуре, посредством которых пересмотрен и механизм отстранения должности генерального прокурора во избежание подобных судебных решений в будущем. Александр Стояногла был назначен на должность генпрокурора в ноябре 2019 года по результатам конкурсного отбора. В октябре 2021 его отстранили и задержали по обвинению в пассивной коррупции, злоупотреблении служебным положением, ложных заявлениях, превышении служебных обязанностей. Сам Стояногла неоднократно отвергал свою причастность к конкриминируемым преступлениям, считая уголовное преследование в отношении него политически мотивированным. 26 сентября этого года президент Майосанду подписала указ о его отстранении из должности генерального прокурора. В Европейском суде по правам человека зарегистрировано и другое заявление Стояногла, по которому, однако, пока не начато рассмотрение. 33-летний молдаванин, пропавший в Израиле всего через два дня после начала войны, найден. Об этом сообщил телеканал «Аризонт-ТВ» посол Молдовы в Тель-Авиве после получения запроса нашего телеканала. Алекс Ройтман сообщил, что Григорий Мунтян вне опасности, не уточнив подробностей. Посол сообщил, что семья мужчины будет проинформирована об этом. Напомним, в среду родственники мужчины сообщили нашему телеканалу, что он пропал 9 октября. Семья утверждает, что они обратились за помощью в Министерство иностранных дел, а также в посольство нашей страны в Израиле. Но представители упомянутых учреждений якобы ответили им, что не могут помочь и рекомендовали обратиться в полицию. Журналисты «Аризонт-ТВ» связались с послом Молдовы в Израиле 1 ноября и на следующий день получили ответ. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин